Капуста выращивается не менее 6000 лет, что делает ее, вероятно, самым старым культивируемым овощем. Она повсеместно присутствует как в истории питания, так и в литературных традициях древности и средневековья. Вряд ли можно утверждать, что сегодня этот овощ входит в число продуктов, вызывающих бурю восторга. Одни находят его безвкусным, другие – безвкусным в кулинарном отношении, и поэтому многие люди более или менее искренне ненавидят капусту и ее родственников. При этом этот овощ, если его правильно собрать и красиво приготовить, может стать настоящим деликатесом. Если ты тоже из тех людей, которые терпеть не могут капусту, то мы сердечно приглашаем тебя продолжить чтение, потому что, несмотря на весь негативный имидж, это семейство овощей, принадлежит к нашей группе самое мощное оружие против возникновения рака. Капуста – это прототип семейства овощей, которые называют крестоцветными. Этот термин происходит от крестообразного расположения цветков этого растения. На первый взгляд в это может быть трудно поверить, но основные представители этого рода, существующие сегодня, то есть брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, капусты, произошли непосредственно от дикой капусты. На самом деле люди одомашнили капусту, начиная с этого растения, которое до сих пор растет в дикой природе на скалистых берегах Атлантики и Средиземного моря. И, возможно, четыре тысячи лет назад, путем отбора определенных сортов, которые соответствовали кулинарным вкусам того времени, повлияли на ход эволюции. Так римляне, искавшие капусту с богатым цветением, в конце концов сумели вырастить первые сорта брокколи, а затем и цветную капусту. Это разнообразие рода Брессика, по-видимому, было чрезвычайно важной проблемой в древние времена. Историки полагают, что большинство существующих сегодня видов капусты были известны еще в римские времена, за три столетия до нашей эры. Лечебные свойства капусты В древние времена растения из семейства крестоцветных, по-видимому, выращивались в первую очередь из-за их полезности в качестве лекарственного растения. От горчицы, выращенной в Китае более шести тысяч лет назад, до различных видов капусты, описанных греческими и римскими ботаниками. Эти культуры в основном преследовали цель производства лекарственных растений для лечения различных заболеваний, от глухоты до желудочно-кишечных расстройств и подагры. Греки и римляне, в частности, придавали капусте необычайно большое лечебное действие, так что на какое-то время она даже вытеснила чеснок в качестве излюбленного лекарства от всех болезней. Которого Пифагор хвалил, а Гиппократ, рекомендовавший капусту для лечения диатеза и дизентерии, называл капусту овощем с тысячей достоинств. В то время считался овощем, обладающим тысячу достоинств. Действительно, как незаменимая часть здорового питания. Впрочем, не без оснований, ибо циник диаген дожил до почтенного возраста 83 лет, и это при том, что жил он в жалкой хижине и питался почти исключительно капустой. Марк Порций Катон, известный как Катон-старший, могущественный римский государственный деятель, занимавший страшную высшую из всех должностей, а именно должность цензора, который устанавливал размер налогов, был первым, кто ввел термин «брасика» от кельтского «брасик-хоул». Он до сих пор используется для обозначения этого рода. Катон глубоко не доверял врачам своего времени, тогда еще грекам, и считал капусту панацеей от всех болезней и настоящим источником молодости, которому он приписывал свое крепкое здоровье и мужественность. У него родился сын в 80 лет. Хотя Карт в свободное время выращивал более 100 лекарственных растений, он писал, что капуста, съеденная сырой с уксусом или приготовленная с маслом или жиром, все изгоняет и лечит. От похмелья после чрезмерного употребления вина до серьезных заболеваний, таких как рак. Так он отмечает, что измельченный капустный лист помогает заживлению язвы на груди. К счастью, сегодня у нас есть современные эффективные средства в борьбе с раком груди. Но репутация капусты как средства от запоев, похоже, выдержала испытания временем. Недавно на российском рынке появился соленый напиток на основе капустного сока, который должен облегчить тягостные последствия на следующий день после застолья. Противораковое действие крестоцветных овощей. Все исследования, проведенные до сих пор, показывают, что овощи семейства крестоцветных в первую очередь ответственны за противораковое действие диеты, богатой фруктами и овощами. При анализе 252 случаев рака мочевого пузыря, которые проявились в течение десятилетнего периода, медицинский работник показывает, что употребление пяти или более порций крестоцветных овощей и особенно брокколи или капусты в неделю, вдвое снижает риск развития рака мочевого пузыря, по сравнению с людьми, которые потребляют только одну порцию или меньше этих овощей. Такой же эффект наблюдался при раке молочной железы. Риск рака молочной железы у китайских женщин, которые потребляют больше всего овощей семейства крестоцветных, вдвое ниже по сравнению с женщинами, которые не употребляют ни одного, ни меньшего количества, независимо от того, сколько сои они потребляют. Исследование, проведенное на пяти тысячах шведских женщин, показало, что употребление от одной до двух порций овощей семейства крестоцветных в день снижает риск развития рака молочной железы на 40%. Не вдаваясь в подробности всех исследований, которые предполагают реальное химиопротекторное действие крестоцветных овощей, следует отметить, что их потребление также связано с уменьшением риска развития других видов рака, таких как рак желудочно-кишечного тракта, рак легких и простаты. В последнем случае три или более порции овощей семейства крестоцветных оказались даже более эффективными для профилактики рака простаты, чем употребление помидоров. Хотя они неоднократно оказывались особенно эффективным продуктом в борьбе с ним. Эти результаты показывают, что доля фруктов и овощей в рационе, безусловно, играет ключевую роль в профилактике рака, но некоторые овощи и особенно крестоцветные, занимают в этом процессе видное место. Фитохимические активные вещества семейства капустных Впечатляющее снижение риска развития нескольких видов рака в результате обильного употребления в пищу зелени капусты позволяет предположить, что эти растения являются важными поставщиками фитохимических веществ. На самом деле овощи из семейства Крайтсбютлеров, вероятно, содержат наибольшее количество фитохимически активных веществ с противораковыми свойствами. Помимо многих полифенолов, которые также содержатся в других растениях с защитным действием против рака. Овощи из этого семейства растений содержат высокая концентрация группы молекул, известных как глюкозинолаты. В отличие от большинства фитохимических веществ, которые мы рассмотрим в следующих главах, важность глюкозинолатов в профилактике рака напрямую не связана с этими молекулами, а скорее с их способностью высвобождать два типа активных веществ, которые обладают очень высоким антигенным действием, а именно изотиоцинаты и индолы. В природе существует более ста глюкозинолатов. Они служат своего рода резервуаром для хранения множества различных изотианатов и индолов, все из которых обладают очень большим противораковым потенциалом. Таблица 9 на странице 84. Давайте рассмотрим пример человека, который кусает соцветия брокколи, хороший источник глюкозинолатов, чтобы проиллюстрировать эти процессы. Пережевывая овощи, разрушает растительные клетки и ранее разделенные части клетки смешиваются. Глюкозинолаты, хранящиеся в одном отделении, то есть в отдельном пространстве, клеток брокколи, теперь вступают в контакт с ферментом мирозиназой, который содержался в другой камере клетки. Мирозиназа расщепляет глюкозинолаты. В нашем случае жевание брокколи приводит к тому, что самый важный изофизоцинат этого овоща, глюкарафанин, внезапно попадает в мирозиназу и немедленно превращается в сульфарафан. Высокоэффективную противораковую молекулу. Противораковые молекулы крестоцветных овощей присутствуют в интактных овощах в скрытой форме. И только употребление этих овощей высвобождает активные противораковые вещества в активные ингредиенты, которые затем выполняют свои функции в борьбе с раком. Из-за сложности этого механизма необходимо учитывать несколько факторов, чтобы содержащиеся в нем изофиоцинаты и индоны оказывали максимальное действие. Во-первых, следует отметить, что глюкозинолаты очень растворимы в воде. Если варить эти овощи в большом количестве газированной воды в течение 10 минут, то количество глюкозинолатов уменьшается вдвое. Так что этот способ приготовления не рекомендуется. С другой стороны, мирозиназа очень чувствительна к нагреванию, поэтому длительное время приготовления, независимо от того, в большом количестве воды или нет, снижает содержание глюкозы в воде вдвое. Также резко снижается количество изоцинатов, попадающих в организм при употреблении в пищу. Некоторые исследования показывают, что другая мирозиназа, обнаруживаемая в кишечной флоре, может вызывать ее из-за высокой температуры, говорит он. Может компенсировать вызванную инактивацию фермента и тем самым увеличить количество реабсорбированных изоцианатов. Но роль этой мирозиназы пищеварительной системы до сих пор не выяснено. Поэтому рекомендуется готовить овощи семейства крестоцветных как можно короче в как можно меньшем количестве воды. Снижение активности мирозиназы и глюкозиналатов, вызванное замачиванием в воде, должно быть как можно меньше. Методы быстрого приготовления, такие как приготовление на пару или жарка в воке, являются простыми и эффективными способами максимального увеличения количества молекул, препятствующих развитию рака, которые могут обеспечить эти овощи. Кроме того, в целом они становятся более аппетитными и вкусными. Замороженные продукты бланшируются при высоких температурах во время приготовления, что снижает содержание в них глюкозинулятов, а также активность мирозиназы. В результате эти продукты значительно уступают свежим овощам в качестве поставщиков противораковых средств. И наконец один совет. Не забудь хорошенько прожевать свои овощи, прежде чем проглотить их. Сульфорафан – звезда среди изоцианатов. Изоцианаты содержат атом серы, который отвечает за характерный запах, выделяемый при длительном приготовлении овощей из семейства капустных. Поскольку каждый изоцианат образуется в результате трансформации определенного глюкозинолата. Тип изоцианатов, связанных с конкретными овощами, естественно, зависит от типа изоцианата, выделяемого при приготовлении овощей из семейства капустных в течение длительного времени, от типа глюкозинолатов, содержащихся в этих овощах. Некоторые глюкозинолаты представлены практически одинаково во всем семействе овощей семейства крестоцветных, в то время как некоторые представители этого семейства имеют чрезвычайно высокое содержание определенного типа глюкозинолатов и, следовательно, связанных с ними изофиационатов. Эти разные составы важны, потому что некоторые изофиационаты обладают более сильными противораковыми свойствами, чем другие. Это особенно верно в отношении сульфорафана брокколи. Сульфорафан был впервые выделен в 1959 году в Крес-Салате, где он содержится в очень больших количествах. Однако, с точки зрения питания брокколи, безусловно, является лучшим источником сульфорафана. Одна порция может содержать до 60 миллиграммов этой молекулы. Также интересно, что ростки брокколи, которые иногда можно найти в магазинах здоровой пищи, могут содержать в 100 раз больше сульфорафана, чем зрелая брокколи. Было бы желательно, чтобы эти ростки получили более широкое распространение и употреблялись чаще, например, в бутербродах. Сульфорафан и, следовательно, брокколи заслуживают особого внимания в рамках стратегии борьбы с раком с помощью сознательного питания. Этот интерес оправдан рядом исследований, проведенных за последние 10 лет, которые показывают, что сульфорафан значительно ускоряет выведение из организма потенциально вызывающих рак токсичных веществ. Это явление ни в коем случае не бессмысленно. Скорее, благодаря повышению эффективности процедур детоксикации благодаря сульфорафану, частота, количество и степень опухолей молочной железы у крыс или мышей, вызванных определенными канцерогенными веществами, значительно снижаются. Как мы уже видели, эпидемиологические исследования показывают, что такой противораковый эффект может быть эффективен и у людей. Сульфорафан, по-видимому, также может непосредственно воздействовать на раковые клетки и вызывать их гибель, запуская процесс апоптоза. В серии исследований, направленных на выяснение того, могут ли вещества, извлеченные из пищи, вызывать гибель изолированных клеток опухоли головного мозга, мы обнаруживаем, что говорится в исследовании, посвященном изучению того, могут ли вещества, извлеченные из пищи, вызывать гибель изолированных клеток опухоли головного мозга, что сульфорафан был единственной протестированной молекулы, обладающей такой способностью. Эта способность сульфорафана вызывать гибель раковых клеток также наблюдалась при других типах опухолей, таких как рак толстой кишки или простаты, а также в случае острого лимфопластического лейкоза. Это говорит о том, что противораковые свойства этой молекулы основаны на ее прямом воздействии на опухолевые клетки. Сульфорафан также обладает антибиотическими и бактерицидными свойствами, особенно против хелиокобактер пайлори, бактерии, вызывающей язву желудка. Этот эффект, который на первый взгляд не имеет прямого отношения к раку, тем не менее может играть чрезвычайно важную роль в защите от рака желудка. Сегодня считается, что инфекция хеликобактер пайлори и последующие язвы желудка значительно увеличивают риск развития рака желудка. 3-6 раз. Употребляя в пищу брокколи, сульфорафан в самом желудке должен вступить в прямой контакт с бактериями и предотвратить развитие этого заболевания уже на ранней стадии, говорится в заявлении, пресекать в корне. Все эти свойства превращают сульфорафан в изоцианат с самым сильным противораковым потенциалом и, как следствие, делают брокколи одним из важнейших продуктов питания для профилактики рака. А также другие изоцианаты и индолы, содержащиеся в других членах семейства крестоцветных, обладают рядом противораковых свойств, которые, вероятно, могут быть связаны с токсичными свойствами, способствовать защитному эффекту этих овощей. Среди этих молекул нашего особого внимания заслуживают фенетилизационат, в скобках ПИТК и индол-3-кабинол, в скобках Ай-3-С. Фенетилизационат образуется из глюконастуртина, глюкозинолата, который содержится в больших количествах в крес-салате и китайской капусте. Как и сульфорафан, ПИТК способен защищать лабораторных животных от рака, вызванного токсичными веществами, особенно от рака пищевода, желудка, толстой кишки и легких. Однако становится все более вероятным, что противораковый эффект ПИТК также обусловлен прямым воздействием на раковые клетки. ПИТК действительно является одним из самых токсичных изотиационатов для раковых клеток, культивируемых в лаборатории, особенно когда эти культуры были получены из лейкозов рака толстой кишки и простаты. Этот эффект обусловлен способностью этой молекулы заставлять клетки совершать запрограммированное самоубийство путем апоптоза. Это свойство предполагает, что помимо предотвращения развития опухолей, ПИТК может играть профилактическую роль в случае уже существующих опухолей. Такие поставщики ПИТК, как крес-салат, могут быть дополнительным средством против развития некоторых видов рака. Благодаря их влиянию на эффективность высококалорийных канцерогенных веществ. Некоторые исследования показали, что увеличение потребления крес-салата в рационе у группы курильщиков сопровождается снижением уровня токсичных форм НК, канцерогенного нитрозамина в табаке. Это было 60 граммов крес-салата за один прием пищи в течение трех дней. Если учесть чрезвычайно канцерогенный потенциал ННК, становится ясно, в какой степени изоцианаты действуют как мощные защитные факторы против развития опухолей, вызванных канцерогенными веществами. Теперь давайте взглянем на вторую молекулу, к которой мы хотим уделить особое внимание. I3S, то есть индол-3-кабинол. Хотя I3S, как и изоцианаты, образуются в результате гидролизоглюкозинолатов, она принадлежит как по своей химической структуре, так и по составу. Его противораковое действие на другой класс молекул. I3S образуется в результате расщепления глюкозинолята, который содержится почти во всех овощах семейства крестоцветных, хотя и в несколько большем количестве в брокколи и брюссельской капусте. Последние исследования химиопрофилактической роли I3S все меньше и меньше касаются его вклада в детоксикацию канцерогенных веществ. Скорее, основное внимание уделяется его влиянию на метаболизм эстрогенов и его способности влиять на эстроген-зависимые виды рака, такие как рак молочной железы, рак слизистой оболочки матки и шейки матки. I3C, по-видимому, способен вызывать изменения в структуре гормона эстрадиола и, следовательно, его способность замедлять рост клеток этого гормона. Этот эффект также подтверждается различными результатами исследований, согласно которым клетки шейки матки, содержащие вирус павильома человека ВПЧ-16, который является основной причиной развития эстрадиола, могут быть выведены из шейки матки, говорится в сообщении. Рак шейки матки – это рак, и после лечения эстрогеном он может перерасти в раковые клетки, которые больше не размножаются при введении I3C. Подводя итог, можно сказать, что значительные усилия наших предков по созданию всех этих сортов капусты безусловно стоили усилий, учитывая необычайное содержание фитохимических веществ в крестоцветных овощах. Особенно в отношении глюкозинолатов и их активных форм изоциоцинатов и I3C. Таким образом, регулярное употребление этих овощей дает простое средство для поступления в организм значительного количества этих активных веществ. И тем самым можно предотвратить развитие нескольких видов рака, особенно легких и желудочно-кишечного тракта. Особенно выводы о пользе брокколи для здоровья очень многообещающие. Диета с тремя-четырьмя порциями брокколи в неделю, которая, конечно, не является чрезмерной, доказала, что защищает от полипов толстой кишки важных предшественников развития рака в этом органе. И, наконец, ингибирующее действие определенных компонентов этого семейства овощей на эстрогены делает их важными помощниками в борьбе с раком молочной железы. Резюме шестой главы овощей из семейства крестоцветных содержит значительное количество нескольких противораковых ингредиентов, которые замедляют развитие рака, препятствуя тому, чтобы вещества, вызывающие рак, проникали в клетки, вызывая рак. Брокколи и брюссельская капуста являются чрезвычайно ценными поставщиками этих противораковых молекул и их следует употреблять регулярно. Зелень капусты следует готовить только на короткое время и хорошо пережевывать, чтобы она могла в полной мере проявить свой противораковый эффект.